Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. Глава региона Александр Цибульский провел рабочую встречу со своим помощником Антоном Пустоваловым. Накануне ему было дано поручение заняться молодежной политикой. Как отметил в Рио губернатора, это направление является крайне важным. От того, как сегодня выстраивается работа с молодежью, зависит наше будущее, подчеркнул Александр Цибульский. Молодежную политику ожидает ребрендинг. Об этом в начале встречи заявил Антон Пустовалов. Пожалуй, одним из самых долгожданных событий для сотрудников Центра молодежной политики станет переезд в новое здание, строительство которого, по словам Александра Цибульского, решено возобновить в этом году. Это, я так понимаю, будет у нас базовое место, где молодежство с его округа сможет, условно говоря, идти от детского возраста до возраста уже молодого человека и развиваться, получая все возможности для интеллектуального и творческого развития внутри. Там будет достаточно большое количество помещений. Мы надеемся, что этот центр будет очень современным, где дети смогут развиваться и расти. Одной из площадок для притяжения молодежи, по словам Антона Пустовалова, станет лекторий, который планируется открыть в бывшем здании детского сада. Здесь будут проходить лекции и занятия по различным направлениям, в том числе робототехники и цифровой фотографии. Предполагается, что эта площадка станет современным молодежным пространством для досуга подростков. Третья площадка, о которой мы с вами говорили, это должно стать некое такое пространство для молодежных субкультур, такого, в общем, спортивного уклада. Это то, что мы говорили для любителей скейтбординга, BMX, самокатов, роликов. Там, где они могли бы в современном помещении, в современной активности, в закрытом помещении тренировать свои навыки. Тем более, что я напомню, с этого года у нас скейтбординг и BMX становятся олимпийскими видами спорта. Поэтому это уже не просто уличное развлечение, которое начало развиваться, а это уже, в общем, полноценный вид спорта. И нам надо в этой части тоже нашим детям дать возможность максимально развиваться. По словам помощника губернатора, с Федерацией есть договоренность о проведении в окружной столице мастер-классов по скейтбордингу и BMX. Вместе с Федерацией 24 числа мы проведем, как говорят скейтбординг, что такое вроде контеста. Это будет на открытой площадке? Это будет на открытой площадке скейтпарке. Там будет организован такой мини-концерт. Мы сделаем такую территорию Дня молодежи на самом скейтпарке. Поставим там уже и колонки будет, и музыка, и все. И проведем такой контест для молодежи. Еще одной точкой притяжения молодежи должна стать библиотека, на базе которой планируется создать современное лаунж-пространство. Где можно было почитать современную литературу и получать доступ к большому количеству информационных развивающих образовательных услуг. Это вот четыре таких точки для развития детей и молодежи, которые, на мой взгляд, могут дать совершенно другое качество развитию личности. В беседе с главой региона Антон Пустовалов также рассказал о планах по развитию молодежного центра и о том, как выстраивается работа с подрастающим поколением. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.